Великого человека, государственного деятеля, политика, журналиста, ученого, публициста. За что бы он ни брался, куда бы его ни бросала судьба, он везде был лучшим, везде был первым. Нам будет его очень не хватать. Мы вспоминаем с теплотой то время, когда Евгений Максимович возглавлял Министерство иностранных дел. Он внес неоценимый вклад в выработку основ нашей внешней политики, в выработку принципов, которые в полной мере сохраняют свои актуальности сегодня. Прежде всего, это независимая, самостоятельная линия Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и одновременно готовность, открытость к самому широкому, к самому тесному сотрудничеству со всеми, кто готов на равноправной, взаимовыгодной основе взаимодействовать с нашей страной. Он без привлечения автор нашей внешнеполитической линии на Ближнем Востоке. Он же внес колоссальный вклад в выработку основ современной мировой науки об этом ключевом регионе мира. Огромное внимание он уделял нашей политике на пространстве Содружества независимых государств, прекрасно понимая неразрывную связь наших народов. Подходил он к этим, как, собственно, и к другим вопросам с огромным чувством ответственности за происходящее. В нем всегда присутствовала такая тбилистская закалка в лучшем смысле этого слова. Он ценил дружбу превыше всего, всегда вспоминал о своих друзьях, всегда приходил им на выручку. И его способность совмещать колоссальные мирового значения дела со вниманием к окружающим, к своей семье, к своим товарищам, она, по-моему, легендарна. Именно Евгений Максимович Примаков, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип многополярности, который сегодня доказывает свою безальтернативность. А сделан он этот вывод в то время, когда казалось, что наступила эпоха однополярности, и когда уже закончилась история, и все в мире будет двигаться в одном направлении, плыть по одному течению. Сегодня этот его фундаментальный вывод безальтернативности многополярности пробивает себе дорогу в жизнь и уже воспринимается как объективная реальность всеми теми, кто искренне заинтересован в стабильности, в устойчивости мироустройства. Не могу не отметить и такое его качество, как любовь к жизни. И здесь, наверное, трудно найти другого такого человека, кто с такой радостью воспринимал бы жизнь во всех ее проявлениях. Мне посчастливилось сидеть с ним за одним столом, поздравлять наших общих друзей, отмечать наши общие юбилеи, петь с ним песни вместе в одной компании, читать стихи. Он писал стихи, он был прекрасным поэтом. На его стихи написаны песни, их положили на музыку. Посчастливилось мне писать стихи, которые были посвящены Евгению Максимовичу. Нам будет его очень не хватать. И мы от всего нашего коллектива приносим самые искренние соболезнования Ирине Борисовне, которая долгие-долгие годы была его самым близким другом, самым надежным помощником. Приносим соболезнования всем родным и близким Евгению Максимовичу. Вечная ему память.